А здесь кругом все снимается? Здесь кругом? Хорошо, 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 хорошо. Сегодня в 298 день рождения Екатеринбурга в торговый центр «Гранат», что на улице Амундсена, это в юго-западном спальнике уральской столицы, пришла толпа антиваксеров, похожих на ходоков, ну и у тех, которые с бородами обычно ходили к Ленину, и стала требовать отмены QR-кодов. Ну, в общем, по нашим пандемичным временам вполне себе обычная история. Апеллировали ходоки-антиваксеры, как всегда, к Конституции России, где даже после прошлогодних поправок ничего не сказано про QR-коды. Ну, знаете, эти уже задолбавшие на входах в ТЦ беседы. А теперь покажите ваш паспорт. Да не обязан я всякой сопле показывать свой паспорт. У этого гранатового входа собралось полтора десятка антиваксеров. Очевидцы уверяют, что похожие протесты случились и у других входных групп торгового центра. Походу это была спланированная массовая акция протеста. Разумеется, не санкционированная. А такие у нас в городах обычно пресекаются на корню силовиками. Первыми удар судьбы от ходоков приняли на себя, говоря по старинке, охранники. А теперь это специалисты, которые профессионально, то есть за зарплату, проверяют QR-коды. А знаете, как называются такие профи? Про-куарторы. И со временем они должны объединиться в структуру, которая будет называться как? Да, бинго. Про-куартура. Даже находясь в явно численном меньшинстве, про-куарторы ловко отбивали натиск ходоков. Но поскольку те никак не хотели уходить, а запускать их в торговый центр не позволял кодекс про-куартора, ну в смысле указ губернатора, постольку пришлось вызывать Росгвардию, которая этот митинг, хоть и не санкционированный, но довольно-таки мирный, спокойно вывела на улицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова